Неделя 20. В этой серии 40 недель. Могут ли бытовые приборы и техника быть вредными для вас на работе и дома? Как предотвратить эварикозное расширение вен? И стоит ли менять образ жизни? Вы сейчас находитесь на экваторе беременности. Впереди еще 20 недель ожидания. Глазки вашего крохи уже имеют хорошо сформированные веки и ресницы. На этой неделе он начинает моргать. Его движения становятся все более сложными, появляется тактильная чувствительность. Если у вас многоплодная беременность, УЗИ на этой неделе может показать, как один малыш, случайно прикоснувшись к другому, берет его за руку или трогает его лицо. Тельце малыша начинает покрываться слоем жира, похожим на воск. Эта субстанция защищает плод. Верхняя часть вашей матки находится на уровне пупка. Сейчас у вас уже достаточно заметный живот и, возможно, немного затруднено дыхание. Это связано с давлением матки на диафрагму. Теперь вам нужны специальные брюки с эластичной вставкой, широкие платья и кофты. Возьмете ли вы одежду у недавно родивших подружек или купите в специальном магазине. Главное, чтобы вам было удобно и ничто не сдавливало ваш живот. Обувь тоже должна быть удобной. Если будущая мама носила каблуки до беременности, то ей можно не отказываться от них. До 28 недели беременности, когда у женщины меняется центр тяжести, лучше перейти на обувь на плоской подошве. Если же возникает угроз прерывания беременности, то отношение каблуков стоит отказаться при ее возникновении и также перейти на более удобную обувь. И еще необходимо отметить, что в зимний период при скользких дорогах лучше выбирать ту обувь, в которой вы будете наиболее устойчивы. Ваша сосудистая система сейчас работает на полную мощность. Гормональная перестройка организма расширяет стенки сосудов, а значит, вы более подвержены варикозному расширению вен. Однако ряд профилактических мер позволят вам сохранить ноги здоровыми. К сожалению, предотвратить варикозное расширение вен невозможно. Хочу сказать только, что если у вас в семье есть предрасположенность к варикозному расширению вен, или у вас уже есть начальные стадии варикозного расширения вен нижних конечностей, то при беременности вам лучше с ранних сроков носить компрессионное белье. Также следует отметить, что большая часть визуальных изменений на нижних конечностях вследствие варикозного расширения вен может пройти после родоразрешения, если проконсультироваться с сосудистым хирургом и выполнять его назначение. Беременность многое меняет в вашей жизни, но это не означает, что вы должны жить под стеклянным колпаком. Вы продолжаете работать, пользоваться компьютером, ездить за рулем автомобиля. Как это влияет на вашего ребенка? У меня сидячая работа. Скажите, не вредно ли это? Если у вас сидячая работа, то необходимо каждый час вставать, разминаться, делать перерывы. Обычно у всех женщин в 30 недель начинается декретный отпуск, то есть они могут уже не работать. А могу ли я сейчас водить автомобиль? Основная вредность при вождении автомобиля – это стрессы. Поэтому если вы опытный водитель и не переживаете за рулем, то вы можете водить столько, сколько вам нужно. Однако если предполагается длительный переезд, то лучше вам за рулем не сидеть. Многих беременных волнует, вредно ли для ребенка излучение, которое исходит от компьютера, телевизора или даже мобильного телефона. Говорят, что излучение оргтехники, компьютеров, телевизоров, бытовых приборов, в общем, может как-то отражаться на здоровье малыша. Это правда или нет? Как видите, во время беременности вполне можно продолжать привычную для вас жизнь. А некоторые небольшие изменения станут залогом того, что беременность будет и дальше протекать нормально. И вы еще пройдетесь на шпильках, держа за руку подросшего ребенка. В следующей серии 40 недель – беременность и работа. Когда уходить в декрет и как вас защищает закон.